Раз в год мы даем себе обещание, что в следующем году мы бросим курить, не будем кушать больше майонез, будем больше читать книг. Какие цели и обещания вы дали себе в 2021 году? Напишите в комментариях. В этом видео я рассказал, как я бросил курить. Уверен, те, кто хотят бросить курить, вам это поможет. Приятного просмотра. Обожрался шашлычка. Посмотрим, с какой у меня времени это займет. 19.06. Ускоряем. 19.06. О, это было быстро. Не знаю, сколько тут метров, но открывается просто шикарнейший видончик тут. Давайте просто полюбуемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Куришь? Бросай! Не занимаешься спортом? Занимайся спортом. Пухлый, стань качком, как я, например. Я пухлый. Точнее, мне надо стать качком. Вы давно меня просили рассказать о том, как я бросил курить. Вам нравятся такие вот разговорные видео. В одной из таких дальних поездок я решил, что у меня много времени, а всю дорогу уже не буду снимать, как я еду там 2-3 часа куда-то. Наконец-то решил рассказать свой секрет, свою тайну, как я бросил курить. Но перед тем, как я начну свой рассказ, я предлагаю вам насладиться звуками туннеля, звуками выхлопа. Небольшой оргазм, ушей, в самом начале видео. Ну как? Лайк, да, подведен? Ну, в конце видео, если понравится вообще. Погодка, огонь, просто красота. Шик да блеск. Свежий воздух – это вот один из самых больших плюсов, что вы почувствуете после того, как вы бросите курить. Это вообще все, что я вам рассказываю, это мое личное мнение, мой личный опыт и мой взгляд на жизнь. Еще одна небольшая проблемка, что я еду слишком быстро, а нужно ехать помедленнее, чтобы я слышал сам себя, как я вам рассказываю все это. И хочу вам пожелать вообще вагон здоровья, отличного настроения, отличного сегодняшнего дня и всегда бодрячком. Курить я начал в раннем детстве. Я был такой, знаете, пацан-хулиган. Тусовался все время во дворе, мы с пацанами тусили постоянно. Дома не сидели, потому что компов не было. Хотя нет, был у меня этот хитекс, или как там, с картриджами тогда. И я один день отсидел так, что у меня глаза красные стали. Мама приходит, такая, Денчик, что случилось? Она говорит, да ничего. А я школу прогулял и просто тупо в комп играл весь день. Этот стритфайтер у меня еще игра была. Первая моя сигарета была самопальная. Это были листья деревьев. Была осень, мы собрали их, закрутили в бумагу. И вот так вот, ууу, дули их. Ну, говно еще то. Кстати, в тот раз, когда мы дули, меня похитили. Об этом я как-нибудь расскажу в другой раз. Но обещаю, что в этом сезоне я запишу и потом выложу видео. Это было действительно страшно, особенно в те времена, 90-е. В моем детстве, в моей молодости были сигареты Море, Мальборо. Что там еще было? Напишите, кто там из 90-х. Так, аккуратненько. Ага, он там выезжает. Что, они ему не сказали, что я тут еду? Эптик-то. А прикиньте, тут так нормально валить и чел выезжает. Конечно, сейчас точно не скажу, но если память мне не изменяет, то сигареты было легко достать. Во-первых, мы могли их подворовывать у родителей, потому что в те времена практически все курили. У деда я подворовывал сигареты, у него были папиросы. Балтимор или как они там назывались. Они довольно интересные такие. Там еще фильтр пустой, ты его так сдавливаешь и куришь. А лучше, конечно, такие истории рассказывать в городе, а то с такой скоростью ехать как-то не очень. Хотя, с другой стороны, спокойно. Один раз мы с моим другом выкурили сразу пачку на двоих. Я не помню, зачем мы это сделали. Вроде как мы хотели бросить курить, но это не точно. Ну, было очень плохо, и какое-то время я действительно не курил. Поэтому один из способов, но который я вам не советую, просто тупо накуриться, и вас будет потом воротить от сигарет. Да, ой, какая циркушка красивая на холме. А там трактор едет на встречу. Молодежь курит. Знаете, для чего вы курите? Да для того, чтобы показаться, типа, круче. Типа, вы такие взрослые, вы там курите сигареточка. В 20-м году, вот, 21-й год, не знаю, как это видео выйдет. Да вообще, может, кто-то это видео смотрит в 50-м году. Это уже не модно. Модно заниматься спортом. Модно быть под речком. Вот так вот модно. А не вот эти ваши сигареты, от которых потом воняет одежда. Воняет изо рта. Я не понимаю, как они вот покурили и сосутся, да, там. Я когда курил, я не мог себе позволить с девушкой целоваться. Я там рот вот так вот чистил зубной щеткой, там, полоскал, типа, жвачки еще. Ну, как это так вообще можно покурить и потом французский поцелуй делать? А? Расскажите мне. А те, кто курят в машинах, ну, так это вообще вонизма, ужас какая. Ну, а те, кто курят в машине с детьми, я вас вообще осуждаю. Если дети рядом, вообще не курите. Однажды видел такую картину. Мужик идет с коляской. О, надо круиз включить просто. И курит. Молодой что-то там плачет, он туда, в эту коляску. Фу, дыма. Чувак, включи свой процессор. Вот тут он, вот тут, да, серое вещество это. Вот, тебя подбросить. Смотрите, чувиха идет по пикаме. И по огороду все. Только не кричите, что я еду сейчас без рук. Все нормально, все спокойно, скорость небольшая. Мы едем по пустой дороге, я вижу поворот, я руки поставил на руль. Не волнуемся, друзья. В машине я никогда не курил. Дома я тоже никогда не курил. Те люди, которые курят дома, но это тоже такое себе. У вас все воняет. Просто сами курильщики, они не чувствуют того, что воняет везде вот этим курилом, никотином. Он впитывается в одежду, он везде впитывается, в ваше тело впитывается. Вообще, знаете, как делают сигареты? У сигарет есть несколько классов. И самые вот такие дешванские сигареты, это мусор от того табака, который на фабрике собирает. И туда все падает, крысы, ногти, там весь этот мусор. Скоро мы с вами дойдем до того, как бросить курить. Это довольно сложный процесс, скажу сразу. Особенно если вы курите всю жизнь, это очень сложно. Но лучше сделайте это прямо сейчас. И не тяните кота за яйца или за хвост, что вы его там тянете обычно. Это так же сложно сделать. Ничего себе, я немножко испугался. Это так же сложно сделать, когда вокруг вас все курят. Выкуривал я где-то по пачке в день. Больше не выкуривал. Я знаю ребят, которые по две пачки смолят в день. И курил я обычно, ну вот с утра, как курильщики там курят. С кофе там, да, насладиться. После завтрака, обычно после еды курильщикам хочется покурить. Ну или когда алкоголь вот выпивают, хочется покурить. Что-то остренькое, когда покушают, хочется покурить. После лова-лова хочется покурить там. Когда еще вам хочется покурить, а? Курильщики, я уже даже и забыл, когда там хочется курить. Знаете, я бы об этом не говорил, если бы я сам не курил. Я бы тут не умничал. А я знаю же, я же прошел весь этот путь курильщика. Ох, солнышко припекает, как хорошо. Тут что-то прохладника мне аж стало. А еще хочется покурить, когда катку откатал в КС. Или какую-нибудь игру. О, привет! Как дела, дружище? Курильщики любят на работе выйти покурить, там, посплетничать. Самые свежие новости, где? Всегда в курилке. В неформальной обстановке, где можно поболтать? В курилке. На рыбалочке хочется покурить, да? Сидите такой с удочкой. О-о-о, сигареточку закурю, когда там заклюет у меня. Ну, курильщик найдет любой момент, чтобы покурить. Я ненавидел вот этих курильщиков, которые, знаете, на остановке. Вот этот вариант. Быстро такие, высосали эту сигарету. Он еще забегает в автобус и выдыхает этот дым, блин, в автобусе. What the fuck, чувак? Come on, блин. С другой стороны, я ничего не имею против курильщиков. Пусть курит человек, если хочет. Это его здоровье. Единственное, пусть не портит здоровье другим. Если это мои близкие, то, естественно, я им советую не курить. Лучше долго прожить здоровеньким и счастливым. Хотя, как там было? Кто не курит, тот не пьет, тот здоровеньким помрет. Курильщики всегда хотят себя оправдать. Они говорят, да вон, посмотри, этот там курил столько, и вон здоровое, живое бегает. Да херня это все, ребят. Это все отмазки, которые вы ищете для того, чтобы не бросать курить. И все. Курильщик найдет себе тысячу отмазок для того, чтобы не бросать курить. Курильщик скажет, да мне пофиг на эти деньги, что я трачу там на сигареты. Да мне пофиг на здоровье. Ну, это глупо, говорите мне, пофиг на здоровье, блин. Потом все равно все это аукнется вам, и вы будете вспоминать зря, что вы не бросили курить еще тогда, когда вы были помоложе. Потому что чем старше вы будете становиться, тем все это будет труднее, и тем больше все это вы будете чувствовать на своем здоровье. Блин, меня уже тот Opel догнал, который сзади ездит. Красивая дорога такая, с поворотиками. Шикарная. Как же я бросил курить? Это было очень давно. Ёптик-то, какой стрёмный трактор. Я аж подвис немножко. У меня родилась первая дочка. Я такой думаю, пора что-то менять в жизни, как бы. Надоело уже курить, не модно это тогда было, да и сейчас это не модно. Я такой думаю, я вонючка. Чтобы взять маленькую на руки, мне нужно постоянно мыть руки мылом, чистить зубы. Зачем мне это нужно? Зачем тратить свое время? Я решил, что буду пробовать бросить курить. У меня многие друзья читали книги, как бросить курить. Есть какая-то книга, которую все читают и типа бросают курить. Но потом эти ребята еще больше начинали курить. По крайней мере тех, кого я лично знаю на своем личном опыте. Какие-то капсулы, заклинания, блин. Что только не делают. Я скажу вам об этом, все это у вас в голове, и все зависит от вас. Сила воли, характер, вот что нужно в этом деле. Было очень сложно. Пробуйте купить семечки, пробуйте пить больше молока, потому что молоко очищает ваш легкий организм от никотина и от этого яда. Найдите себе занятие. Занимайтесь больше спортом. Занимайтесь чем-либо, что вам нравится. Отвлекайте себя. Постарайтесь подальше держаться от тех, кто курит. Если в вашей семье ваша вторая половинка курит, то попросите хотя бы не курить при вас или подальше от вас где-то. Есть одна хорошая знакомая, которая ну жестко курила. Она говорила, я никогда не брошу курить. Я говорю, да бросай, да бросай, да бросай ты. И она бросила. И она такая счастливая сейчас. Просто не представляете. Юлия, если ты смотришь это видео, огромный тебе привет. Миша, сестра, это мойка напернос, на которой езжу курить, хотел сказать. Которую езжу мыть машину. Если кому-то нужен совет, приезжайте к ней и спросите, как ты бросила курить? Ей пришлось купить таблетки. Было сложно, она говорит, но это того стоило. А тогда, когда еще она курила, она говорила, да не нафиг, зачем мне это нужно. Да все это херня, блин. Ай, да я не брошу курить, да мне и так хорошо. Мне все в кайф, блин. Вообще много разных способов. Вы можете пробовать перейти на более качественный табак. Табак, который закручивать нужно. Получается, вы будете тратить свое время. И там действительно табак намного качественнее, чем в сигаретах. Я так и сделал. Я перешел на табак. Он более приятный, он такой не вонючий. И это, как, знаете, уже церемония. Ты такой закручиваешь эту папиросочку, садишься. Она реально не воняет. И за рта у вас не воняет, и одежда уже так не воняет. Потому что этот табак намного дороже. И он намного качественнее, чем тот, который используют в сигаретах. Особенно в самых дешевых. В самых дешевых сигаретах, как я говорил до этого, используют просто мусор. Я не использовал никакие таблетки, никакие заклинания, никакие ампулы, вшивания и так далее. Я просто в итоге сам бросил курить. В армейке так вообще сложно бросить курить. Я был в армейке и бросил курить. Сейчас, ребят, вспомнил, как в армейке мы сидели в Урале, или что-то за машиной такая была. Сидел в Урал, не помню. Круто, там такая кабина большая. Мне помещалось около 30 человек. Представляете, вот эти 30 человек там сидит, там два маленьких окошечка, и начинает курить дембеля вот эти там. Это как в газовой камере, елк-пал. Ну, в армейке вообще трудно бросить курить в облегатке. Я курил там, немного курил. И были такие приколы, мы стоим в курилке, и дембеля или черпаки, кто там уже не помнит, кричат, одна сигарета! И если в течение какого-то определенного времени не было одной сигареты, которую не попросили, то были большие проблемы. Ну, и вообще, в армейке сигареты, это как деньги, это как бартер. И да, я бросил курить, и не курю уже очень много лет. Больше 10 или 12 лет. У меня родилась вторая мелкая. И мне вообще даже не хочется. Курить не было такого, что я пошел на дискотеку, о, надо покурить. Кальянщик можно иногда думать. Основной чисто изредка. Поэтому верьте в себя, верьте в свои силы. Я буду верить в вас, и все вы бросите курить. Кто захочет. После того, как вы бросите курить, поверьте мне, вы будете счастливым человеком. Будете ощущать еду по-другому. Вы будете ощущать воздух по-другому. У вас появится больше времени на другие дела. Не бойтесь того, что вы потолстете. Да, может вас немножко разнесет, потому что организм поменяется, но поменяется он в лучшую сторону. Просто займитесь больше спортом. И все будет хорошо. Правильно питайтесь. К этому нужно подходить комплексы. Чем вы старше, тем труднее. Посоветуйтесь со специалистами. Посоветуйтесь с друзьями, которые бросили курить. Слушайтесь к моему мнению о том, о чем я вам рассказываю. И вы бросите курить, и будете счастливым человеком. Я надеюсь, что Петров посмотрел это видео полностью, и вы все посмотрели это видео полностью. Я уже не знаю, что еще добавить. Я думаю, что, наверное, хватит. И так я много еще вам рассказал. Вам вообще было полезно и интересно послушать, что я вам рассказываю. Мы сейчас в городе Екопилсе. Это один из тех городов, которые я проезжаю, когда поехал в свое путешествие. Посмотрите, какой красивенький, да, городок. Ухоженный. И ваши дети скажут вам спасибо, потому что дети на вас смотрят. Они видят, отец там курит, мама там курит. Они вырастают и тоже начинают курить. Конечно, не все, но большинство. Дети хотят быть похожими на родителей немного. Все, до новых встреч. Пока. А я кушать хочу. Вот мне похудеть надо. Вот про спорт надо перформанс сделать. Типа я толстый был, и там кольчок.